На сегодняшний день в число приоритетных задач входит увеличение к 2030 году средней продолжительности жизни россиян до 80 лет. О том, что необходимо предпринять для достижения этой цифры, говорили в Губкинском. В начале межведомственного совещания по вопросам формирования здорового образа жизни среди населения озвучены данные Губкинской городской больницы о смертности. Согласно статистике, среди наиболее частых причин сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По мнению врачей, наибольший вред здоровью приносит табакокурение и нарушение режима питания. Соотношение тех калорий, которые потребляются и те, которые тратятся, так вот избыточная калорийность – это тоже нездоровый характер, но приведет к избыточной массе тела. Избыток животных жиров, соли, сахара, жирных кислот. Низкая физическая активность. Этот фактор у нас на сегодняшний день становится актуальным даже для детского возраста. Ну и пагубное употребление алкоголя – это тема, наверное, о ней можно говорить долго. Основой здорового образа жизни является спорт. В Губкинском проходит планомерная работа по привлечению жителей города к занятию спортом и физкультурой, проведению соревнований различного уровня, повышению доступности спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Стала традиционной сдача нормативов ГТО. Активное участие в мероприятии принимают сотрудники муниципальных учреждений. Управление по труду и социальной защите, управление, опять же, культуры, департамент финансов и налоговой политики. Просто, вы знаете, люди обращались к нам, коллектив приходит и говорит, вы знаете, вот мы решили сдать без всяких призывов и ресурсов административных и приняли участие активное в выполнении норм ГТО. Это нас очень радует. Я думаю, что это всем пойдет на пользу, этот пример. На Ямале продолжается реализация проекта «Здоровое питание». Он проводится при поддержке губернатора округа и регионального отделения партии «Единая Россия». В Губкинском координатором проекта является заместитель главы администрации города по социальным вопросам Маргарита Черешнева. Тема ожирения, которая особенно возникает сейчас у молодежи, у наших детей, она очень серьезная. Это то, что приводит потом в дальнейшем к очень серьезным заболеваниям. И у нас в городе реализуется, как и на Ямале, программа «Здоровое питание». И мы стараемся уже с детского сада объяснять и детям, и родителям вот эти принципы здорового питания. Но, конечно, очень важно, чтобы сами взрослые родители в первую очередь стали приверженцами такого вот образа жизни, здорового питания. И тогда и дети, безусловно, тоже этому научатся. В рамках межведомственного совещания обсудили план дальнейшей работы. В числе инициатив на ближайшую перспективу прозвучала идея проведения в трудовых коллективах конкурсов на тему ЗОЖ и избавления от вредных привычек. К примеру, в каком учреждении больше сотрудников бросит курить или избавиться от лишнего веса. Детальное обсуждение проектов пройдет на следующем совещании в сентябре текущего года. Валерий Усманов, Олег Семагин. Новости Губкинского.